МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА За последние несколько лет Коммунистическая партия Китая начала массовые произвольные аресты в отношении казахов, уйгуров и других тюрков, направив миллионы жителей Восточного Туркестана в лагеря перевоспитания. Опасение за здоровье узников в момент всеобщей пандемии вызывает факт отсутствия гигиены и антисанитарных условий лагерей перевоспитания. Коммунистическое правительство Китая продолжает аресты уйгурских чиновников по необоснованным обвинениям. Согласно информации китайских СМИ, Народный суд города Урумчи принял постановление об аресте руководителя регионального аграрного комитета и заместителя бывшего секретаря областного комитета Коммунистической партии в Восточном Туркестане Акбара Гафура. 60-летний Акбар Гафур, проживающий в провинции Аксу, являлся членом Коммунистической партии с августа 1975 года. Уйгурский чиновник, прослуживший Коммунистической партией Китая много лет, вышел на пенсию в январе 2017 года. Но вскоре Акбара Гафура задержали по обвинению в коррупции, превышении должностных полномочий, нарушении дисциплины и неискренности китайскому правительству. Недавно в средствах массовой информации появилась информация о том, что в прошлом году китайские власти закрыли религиозную школу в городе Инчуан и сожгли 100 тысяч экземпляров Корана. Кроме этого, были закрыты две религиозные школы в провинциях Шандунь и Нинься, которые принадлежали мусульманам Дунгайнам. Власти начали масштабную акцию по аресту всех тюрков, проходивших обучение в этих школах. По сообщениям информационного агентства Bitter Winter, в середине 2019 года в деревне Джуншай, расположенной в провинции Шандунь, было закрыто еще одно медресе, на дверях которого установили баннер с обещанием арестовать так называемых повстанцев из восточного Туркестана. Согласно имеющимся данным, преподаватели и местные жители не позволили полицейским задержать студентов из ульгурского региона. Один из очевидцев выразил свое огорчение следующими словами, если будут безнаказанно похищаться наши религиозные лидеры и братья ульгуры, а также запретят обучение студентам, в таком случае в ближайшее время мы можем потерять нашу веру. Управление китайского города Шинчжинь стало первой местной администрацией, которая запретила потребление мяса кошек и собак. Ученые считают, что новый тип коронавируса, который продолжает уносить десятки тысяч жизней по всему миру, распространялся с рынка животных в Ухане, где продавались грызуны, змеи и летучие мыши. Это укрепило утверждение, что вирус SARS-CoV-2, новым штаммом которого является COVID-19, передается от животных. После того, как эпидемия распространилась по всему миру и привела к всеобщему застою, страницы печатных изданий и новостные сводки международных информационных агентств заполонили отчеты специалистов относительно опасности китайских рынков по продаже животных. Запрет на употребление в пищу мяса кошек и собак вступит в силу, начиная с 1 мая. По всему миру проводится большое количество акций по сбору подписей в целях принуждения Китая к введению всеобщего запрета на потребление мяса диких животных. Начиная с декабря прошлого года, коронавирус нового типа, вспыхнувший в китайской провинции Хубей, распространился в более чем в 200 странах, превратившись во всемирную пандемию. По последним данным, число инфицированных COVID-19 по всему миру превысило 1 миллион человек. Меньше чем за неделю количество случаев удвоилось. В общей сложности жертвами вируса стало более 51 тысячи человек. В США было зафиксировано 235 747, в Италии 115 242, в Испании 110 238 и в Германии 84 264 случая. За последние сутки в Италии погибло 760 человек. Общее количество погибших составило 13 915, во Франции из-за вируса погибло 4503 человека. Очередным чиновником, заразившимся COVID-19, стал спикер иранского парламента. Количество выявленных случаев в Турции увеличилось до 18 135. Жертвами вируса стало 356 турецких граждан. В свою очередь, ежедневное увеличение числа инфицированных в Азии вызывает опасения относительно вероятности второй волны эпидемии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова